Всем здравствуйте! В эфире Афиша города Иркутска. В студии ваша любимая Алина Филиппова. Сегодня я подготовила для вас много всего интересного. Давайте скорее расскажу. Фраза этой великой женщины-колки, но как метко она ими стреляла. Догадались, о ком я говорю? Ну конечно! Знаменитая Фаина Раневская. Именно ей посвящен спектакль «Раневская. Одинокая насмешница», который пройдет в Ангарске и в Иркутске. Это особая комедия. Главным героем здесь является не только Фаина Раневская, но и ее неповторимый юмор, взятый из воспоминаний людей, знавших ее, и из книг о ней. Можно ли соединить смешное и забавное со слезинками в глазах? Взрыв смеха с замирающим от страдания сердцем? Можно, если речь идет о таком человеке, как Фаина Раневская. Драматическая комедия приглашает зрителя в удивительный мир гениальной актрисы. Спектакль пройдет 31 марта в 19.00 в Орбите. Покупайте скорее билеты и приходите. Выпуски этой программы больше не выходят на ютубе, но шоу-то продолжается, ведь импровизация едет в Иркутск. Если кто-то не знал, то импровизация – это неповторимое комедийное шоу без сценария и подготовки, которое создается на ваших глазах и в единственном экземпляре. Неизменные актеры – Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун – примеряют на себя абсурдные и удивительные образы и оказываются в самых неожиданных ситуациях. Лица, не достигшие 18 лет, к сожалению, на концерт допущены не будут, даже в сопровождении родителей или законных представителей. Шоу состоится только 24 мая, но кто-то уже начал покупать билетики, причем с молниеносной скоростью. Я и вам советую поторопиться, не каждый день в Иркутск приезжают полюбившиеся нам юмористы. 29 апреля в Органном зале Иркутской областной филармонии пройдет концерт по страницам аниме. Японская мультипликация – особый, ни на что не похожий мир. Самурайская романтика, любовная лирика, драма, фантастика, магия, детектив и приключения – сюжеты на любой вкус. Восприняв в полной мере опыт западной и советской мультипликации, японские аниматоры создали свой неповторимый стиль, а точнее целую россыпь стилей, жанров и направлений. И что самое замечательное, проиллюстрировали свои шедевры великолепной музыкой. В программе – музыка из мультфильмов, «Войны острова Ладос», «Наруто», «Охотник на охотника», «Стальной алхимик», «Унесенные призраками», «Мой сосед Тотора» и многих других. Если вы любите слушать опенинги аниме, то вам точно стоит сходить на этот концерт, ведь они будут исполнены вживую с помощью инструментов. И, наконец, самое интересное – концерт, которого все ждали больше 30 лет. Концерт к 60-летию Виктора Цоя. Юрий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров и настоящий голос Виктора Цоя. Концепция проекта – показать, каким выступление группы кино может быть в 21 веке, с хорошим современным звуком и сценическим продакшеном. Большая часть материала будет исполняться максимально близко к оригиналу, но не обойдется без импровизации и новых прочтений. Тихомиров и Титов, каждый отвечает за свой период творчества. Часть песен исполнят все участники вместе. Основа программы – настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей кино. В составе группы два басиста кино разных лет – Александр Титов и Игорь Тихомиров и бессменный гитарист Юрий Каспарян. Концерт пройдет 22 апреля в 19.00 в Ледовом дворце Айсберг по адресу улица Лермонтова, 251. Билеты приобретайте на сайте kinoband.ru На этом выпуск подходит к концу. Я надеюсь, что каждый услышал что-то интересное для себя и отлично проведет время. Это была афиша города Иркутска с вашей Алиной Филиповой. До скорых встреч!